Turnout Paradise, Охотники за привидениями, Counter-Strike, Doom, Duke Nukem Forever, а также какая игра убила 12 человек и сенсация, игры лечат свиной гриф. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Разработчики Сталкера анонсировали очередное дополнение. В проекте под названием «Зов Припяти» речь пойдет об украинском правительственном агенте, который выясняет подробности исчезновения в Чернобыле военной экспедиции. Выход игры запланирован на осень. На осень? Ха-ха-ха. Я уверен, что ее выход перенесут еще пару раз, а после релиза выпустят еще и 8 патчей. Надеюсь, этого не случится. Нострадамус, чертов. Об играх, которые вышли уже сейчас, вы узнаете из новостей. Какой же русский не любит дустрой езды? Да такой же с ветерком, матерком! Именно так и носятся отечественные автолюбители на просторах гоночной аркады Burnout Paradise. И не было на этих беспредельщиков управы. То аварию чинят, то сами в лепешку разживутся. Наконец-то на дорогах Paradise City появляются гаишники. Скачиваем в дополнении Cops and Drivers, появятся аж 33 полицейские машины, специальный режим охоты за нарушителями и штрафстоянки. Нет, ну про штрафстоянку, конечно, не пошутили, но с гаишниками такие фокусы не пройдут. Вот так, остановит он вас после очередного столкновения. И доказываем потом, что не нарушал. Камера все зафиксировала. Почему нарушаем? А ну-ка выйди из машины и дыхни в трубочку. Оригинальный метод борьбы с опасным вирусом свиного гриппа придумали создатели сайта Swine Fighter — свинобой. Они разработали флеш-игру, в которой врач с гигантским шприцем охотится по карте мира за зелеными свиными мордами с крыльями. Управление мышкой цель геймера поразит как можно больше инфицированных пятачков. Очки начисляются за каждое попадание. Игра очень популярна. Об этом свидетельствует хотя бы то, что игроки во всём мире поразили уже более двух миллионов заразных хрюшек. Вот бы и в жизни так. А да, поеваешь... А, 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 все. Ой. Но несмотря на актуальность, популярность этого проекта никогда не сравнится с таким жанром, как шутер от первого лица. Ведь в нём геймер полностью олицетворяет себя с героем игры. Кстати, интеллект, а когда появился первый шутер? Предком всех шутеров от первого лица можно считать проект Maze War, который вышел в 1973 году. Игрок в виде глаза перемещался по огромному трёхмерному лабиринту. Когда ему на глаз попадался другой глаз, в смысле второй игрок, они могли пострелять друг в друга. Видимо, отсюда и пошло выражение «стрелять глазами». А вот шутеры от первого лица пошли дальше. Уже в 92-м году мир ждал новое потрясение. Вольфенштейн 3D от легендарной студии ID Software. Его персонажи выглядели настолько реально, что компания Nintendo попросила в консольной версии заменить собак, атакующих героя, на гигантских крыс. Видимо, чтобы Гринпис не приставал. Следующий знаковый шутер вышел в 94-м и звался он Doom. Он стал первым шутером с полноценным Death Matching. Через два года эта игра стояла на 10 миллионах компьютерах. И это лишь официальные данные. Вышедший в 96-м году шутер Duke Nukem 3D привнес в жанр юмор, экзотические виды оружия и эротику. За пару баксов виртуальные стриптизерши показывали Дюку свои сочные дольки. В том же 96-м появился и легендарный Quake. Он вывел жанр в настоящее третье измерение благодаря специальным устройствам, именуемым 3D-ускорителем. Да и музыка была отличная. А вот сюжета по-прежнему не было. Один из революционных проектов на этой Ниве шутер 98-го года Half-Life и по сей день увлекает геймеров своим сюжетом. А вот сетевой мод игры Counter-Strike стал законодателем в мире киберспорта. Шутеры зарекомендовали себя как самый технологичный игровой жанр. Юристы обвиняют их в распространении насилия, называя игры причиной различных трагедий. Таких, например, как знаменитая колумбийская резня, когда два студента убили 12 одногруппников и учителя. Тем не менее, шутер от первого лица самый популярный игровой жанр. И кризис ему не грозит. Кстати, угадайте, какая игра самая долго разрабатываемая. Правильно, тоже шутер. Дюк Нюкем Порево. О разработке которого твердят с апреля 97-го года. Дюк, ну когда ж ты вернешься-то? Мы хотим сей секси. И все-таки распущенный образ жизни Дюка Нюкема чушь советскому человеку. В этом плане нам гораздо ближе главный герой игры Red Faction Gorilla. Настоящий коммунист, который наводит порядок на Марсе. Ну, разумеется, с нашей помощью. Где мое оружие идеологической борьбы? Спасибо, товарищ! Слава Марсу! Запускай демо! Начинается игра, как песня. Вихри враждебные Веют над Марсом Угнетают. Ох, как угнетают несчастных поселенцев эти вихри в лице Убер-Мега-Корпорации Служба Безопасности Земли. Земели заставляют вкалывать марсианских пролетариев на урановых рудниках 24,5 марсианских часа в сутки. И вот, взяв на изготовку орудие пролетариата... Нет-нет-нет, не булыжник. Булыжников на Марс не завезли. Остальную кувалду главный герой Red Faction Алик Мэйсон смело в бой пойдет. Выглядит товарищ типичным вождем мирового пролетариата. Лысый, скуластый и харизматичный. Одет в брезентовый плащик. А в руках у него кроме кувалды помещаются также штурмовая винтовка, пистолет и самое эффектное оружие мины с дистанционным управлением. Почему самое эффектное? Да потому что в Red Faction практически любое здание можно сравнять с Землей. А точнее с Марсом. А удобнее всего разрушать капиталистические постройки именно минами. Накидал питок в какую-нибудь канистру со спиртом или с жиженным абсентом. А потом как рванул! Вот видите какой бодобум я только что учинил. Само собой такой шухер не останется незамеченным. И вот уже к Мейсону со всех сторон сбегаются пособники марсианской буржуазии. Ну то есть наши противники. Они не шибко тупые но и не очень умные. Прятаться за укрытиями обходить стыла умеют но при прямой атаке теряются и бесславно погибают от символических ударов молотом. Эх жалко серпа в игре не. Зато в Red Faction есть транспортные средства от какого-то хиленького грузовичка до мощного робота-разрушителя. Но самый главный транспорт это конечно проневик. Именно с него Мейсон будет читать свои коммунистические тезисы перед многочисленными согражданами. Они кстати не признают своего будущего лидера и не отдают должных почестей. Зато если кого-нибудь из них зацепит шальной пулей или кувалдой Мейсона сразу поднимают войн, что сильно уменьшает карту героя. Ну вот я взорвал все лаборатории по производству марсианских кокосов, уничтожил кучу военной техники и погонял на мощном тягаче. И тут, к сожалению, демка закончилась. Впечатления остались только положительные. Играть интересно. Фишка с полной разрушаемостью работает на 100%. Графика тоже не дурна. Можно придраться разве что к неудобной стрельбе. Ну, зачем нам стрелять, когда можно подойти к негодяю и кувалдой его, кувалдой. Получай, капиталист. Ага, талагище, бедет, бедет за Максом. Талагище, Макс впереди, освободи Макс. Далее в виртуалити. Охотники за привидениями, бои без правил, Люди Икс, Росомаха. А также корейцы создали свой Крайзис. Дай врыло врагу по Фэншуй. Это виртуалити. Мы вернулись. Помните, в начале 90-х, ну, если не помните, то в начале 90-х на игровых приставках Денди была очень популярная игра про черепашек-ниндзя. Ага, а по телеку еще шел одноименный мультфильм. Хорошие времена были. Да. В общем, для тех, кто помнит эту замечательную четверку черепашек-мутантов, совсем скоро Канами выпустит трехмерный ремейк той самой игры под названием Turtles in Time. О том, каких еще проектов стоит ждать в ближайшее время в новостях. Хочется врезать кому-нибудь кулаком по оружию, потом ногой под дых, локтем, живот и пяткой в глаз, да еще, чтобы при этом вас заметили и поддержали гиги-гани. Нет ничего проще. Все любители виртуального выколачивания мозгов получают в свое распоряжение с симулятора боев без правил игру UFC 2009 Undisputed. Здесь нет никаких ограничений на нанесение по бою. Можно отмутузить противника до такой степени, что он потеряет желание сопротивляться, а также зубы и сознание. Заслуженный триумф. На выбор геймеру доступно более ста реальных во всех смыслах бойцов. А если вам и этого мало, можно создать своего собственного Балуева и протолкнуть его по карьерной лестнице. Хотя слово протолкнуть в этом случае мы, наверное, использовали зря. Извините. Ах, мне, пожалуйста, не надо, чтобы не полетел. Ох, я всех ждем иглу 15 мая вля Фи Фи и плей в Тейфон Фи. Охотники за привидениями возвращаются в одноименном экшене для консолей PC. Отличная графика, полная разрушаемость и так далее. Любимые герои в исполнении Дэна Эйкрейда, Билла Мирея и Лизуна. А, Лизун, что ты тут делаешь? Как же мне было не лезть тебе, отвали от меня. Ладно, черт с тобой. Главное, что нужно помнить, это не перекрещивайте лучи, не пяльтесь на открытые ловушки и... А что это там? Человек-зефир? Он тоже здесь? Ужас. А что это тетенька? Неллис Милан, очень приятно. А, да. Какое же там третье правило-то? Разбегаемся! В общем, ждем игру через месяц. Привидения, конечно, существа странные, но порой в природе встречаются создания куда опаснее. Например, росомаха. Вроде маленький зверек семейства куних, но он настолько злобен, что его боятся даже волки и медведи. А уж если он еще и мутант, то тут вообще тушите свет. Как раз о таком чуде природы наш следующий сюжет. Мутанты повсюду. В магазине, в метро, на улице и в очереди за хот-догами. Внешне они похожи на нас, но на самом деле они другие. Их зовут Хэ-люди или, проще говоря, Люди Икс. Вот типичный представитель их вида. Росомаха злобная и обыкновенная. Этот экземпляр называется Логан или Джеймс Хаулин. Говорят, раньше он был человеком, но, глядя на его внешний вид, поверят в этот руд. У него скелет. Кости покрыты все супервеществом. Адамантием. Когти из него уже не ломаются, ничего. И он может постоянно сам восстанавливаться. Видите, как затягиваются свежие ранки. Но скажите, кто в здравом уме будет противостоять этому практически неуязвимому существу? Неужели у кого-то хватит сил и смелости? У врагов там очень много разных, разнотипных. Кто-то с мачете нападает, кто-то из пулемета в него стреляет. Есть какие-то там скрытые такие спецагенты, которые могут исчезать, становиться невидимыми. Но Росомаха их все равно видит с помощью своего звериного чутья. И вот, едва этот пищник заметит жертву, он мгновенно преобразится и обнажит свое истинное лицо. Как только в поле зрения появляется враг, возревает какая-то схватка, делает вот так вот, выдвигаются когти, и все. Всему живому приходит конец вокруг. Мико Хай! Мико Хай! Но ладно, не пугайтесь, на самом деле речь идет о вымышленном персонаже, герой фильма X-Men's Origin в Вольвере и одноименного экшена. В игре абсолютное сходство всех персонажей с фильмом, они все участвовали в создании игры, их всех загнали в большую такую зеленую комнату, повесили на них датчики, смоделировали полностью 3D-лица. То есть Хью Джекман похож на Хью Джекмана, на главного актера, а все остальные персонажи, и плохие, и хорошие, тоже абсолютное сходство. Разработчикам абсолютно не пугало то, что геймеры не сильно уважают игры по фильму. Как сами разработчики даже говорили в своем интервью, что это первая игра по художественному фильму, которая не является отстойной. Молодцы ребята с юмором подходят к вопросу. Тем не менее, от фильма проект позаимствовал не только актеры. Игра очень кинематографична, то есть достаточно много таких скриптованных, заскриптованных вещей, когда то же самое, борьба с врагами на технике, с вертолетом, он запрыгивает, втыкая когти в нос, потом пропрыгивает мимо винта, чтобы его не зацепило, разбивает стекло, вытаскивает его, отрубает голову вертолетным винтом, или отрубает хвост вертолетом. Бррр, аж мурашки по коже. С другой стороны, в кино нам показывали сцены и похлеще. Что? Вы еще не видели фильм? А ведь он там такое вытворяет. Вот подвигает к этому сзади, а это он раз, а тут так хоп, а тут с левой еще двой, один с автоматом. Так ему бац туда. Далее в виртуалити. Корейцы создали свой Крайзис, а также дай в рыло врагу по фэн-шуй. Вам никогда не хотелось обладать какими-нибудь сверхспособностями? Учтите, это не всегда безопасно. Помните фильм Люди Икс? Там был такой мутант с крыльями. Красивый. Представляете, как было бы здорово на работу на таких крыльях летать. И, кстати, наш корреспондент нашел такое место, где выдают крылья. Какие же крылья примерить? Эти? Нет. Наверное, все-таки эти. Потому что летать придется очень и очень много. Мы на пороге открытия нового мира. Мира новой ММО-РПГ Айон. Однажды благополучный мир Атреи постигла страшная катастрофа. Рожденные единым богом Айоном существа Балауры восстали против своего создателя и огромный мир раскололся надвое. А между населением планеты, оказавшимся на разных полюсах, разгорелась непримиримая вражда. Элийцы и Асмодиани принялись нещадно истреблять друг друга. И не было видно той войне конца и края. Врата в эту непредсказуемую вселенную приоткрылись на днях на закрытой пресс-конференции, где руководство компаний NCSoft и Инова объявили о том, что уже в декабре самая ожидаемая онлайновая ролевая игра 2009 года Айон Башня Вечности будет издаваться в России. Чем же так зацепило Айон наших локализаторов? Мы заметили в частности тот красивый интерфейс, которым первым бросается в глаза летающие объекты услышали много восторженных слов от самих разработчиков. Более 250 тысяч подписчиков в одной только Корее. 40 серверов, каждый из которых представляет собой уникальный мир и титул лучшие ММО РПГ 2008 года. Использующая графический движок CryEngine, тот, на котором работает сам Crysis, Айон обещает подарить нам захватывающую атмосферу, сотканную из великолепных пейзажей, трех рас персонажей, восьми классов, специальных умений стигм, а также уникальной боевой системы ПВП-ВЕ. Вишенкой на всей этой вкуснятине будет возможность персонажа обрести самые настоящие крылья. игрок Игрок проходит курс обучения вплоть до 20 уровня, а персонаж под его управлением выполняет задания и приобретает новые навыки. Одним из таких активных скилзов в 20 уровне является возможность летать. Вначале это всего лишь одна минута свободного полета, но чем выше уровень персонажа, тем продолжительнее становится теперь понятно зачем очаровательные помощницы с такой заботой облачали всех гостей в эти прелестные крылышки. Нам осталось лишь дождаться декабря, когда после всех закрытых и открытых бета-тестов мир Айон предстанет перед российскими геймерами во всем великолепии уже официально. Полеты в Айон это безусловно круто, но для настоящего онлайн-бойца сеть это прежде всего способ начистить рыло оппоненту. Наш следующий урок в школе выживания Вархаммер онлайн расскажет о мордобое. Класс ровняй смирно, муштра продолжается. Добро пожаловать на очередной жизненно важный урок в нашей академии Вархаммер онлайн. Вы уже более-менее научились управляться с оружием. Ты даже освоил парочку магических приемов. Сегодня дадим вам несколько тактических советов касающихся выбранных классов. Как вы уже поняли в этом жестоком мире ценят узких специалистов. То есть конечно хорошо если вы с мечом молодец и молнией можете шарахнуть, но лучше четко понимать возможность своего класса и не лезть на рожон. В любом отряде самая важная ударная сила боевики наносящие основные повреждения врагу и сеющие в его рядах ужас. Авангард это фанаты ближнего боя такие как орки рубаки тем кто идет в первых рядах всегда лучше действовать сообща не надо геройствовать наваливайтесь толпой так гораздо больше шансов выжить всем и максимально быстро ушатать неприятеля те из вас кто может бахнуть какой-нибудь магией издалека тоже должны быть внимательны во время боя следите фиксируйте атаки там где без вас кранты танки так называют самых толстокожих и неповоротливых причем это не оскорбление а знак уважения к одному из самых важных классов бойцов типичный танк это гном бронелом широченный по уши закованный в латы задача танков принимать на себя максимум вражеских ударов опытный танк может продержаться долго при этом танк не только сдерживает неприятеля нанося параллельно свирепые удары по сути этот класс является живым щитом для всего отряда например 2-3 упакованных в железо танка могут запросто перегородить мост и неприятель тупо упрется в бронированную стену не менее значимо на поле битвы группа поддержки без грамотного саппорта любой отряд сотрут в пыль быстрее чем вы успеете сказать лох лекари и прочие хилые маги должны держаться подальше от пекла и стараться без толку не помирать находясь в долу группы кидайте лечебные лучшие заклинания на соратников вы как никто другой можете держать ситуацию под контролем тот же наш любимый боевой поп постоянно отлечивающий какого-нибудь упёртого танка может стать реальной занозой в жизни врага помните если отряд сольется то виноват в результате окажется именно лекарь почему потому что лечить надо было мать вашу самое главное баланс соблюдайте военный фэншуй на поле боя вам не будет равных помните ненужных классов не бывает и даже козявки и гоблы могут серьезно пригодиться в схватке домашнее задание для вас сынки изучить возможности своего класса оттачивайте специализацию добивайтесь профессиональных высот на сегодня хватит вольно драмагины на сегодня все смотрите на следующей неделе виртуалити несмотря на свиной гриб отправляется в Америку за эксклюзивными материалами в России открывается конференция разработчиков игр и многое другое с вами был Макс Васильев стендбай субтитры и субтитры Продолжение следует...